Итак, телевидение это новости. Новости сегодняшнего эфира. А вы хотите покушать качественно и вкусно? Не только дома, но мы обращаемся к руководителям предприятий. Вы наверняка все это дело видели в интернете. Если не видели в интернете, то чуть-чуть позже я вам все это дело покажу. Насколько здесь вкусно. Настолько вкусно, насколько и недорого. И столовая домашнего предлагает вам, руководителей предприятий, директора и все остальные просто заключить договор. К вам привезут все в идеальном качестве и естественно подогретое. Это интересно для вас? Это скорее всего даже более интересно для ваших людей, которые на вас работают. Будь то столяра, плотники, водители и все остальное. То есть по тому, как они приходят на работу, по тому, как они получают качественную, во-первых, зарплату, во-вторых, питание. Это тоже есть удовольствие. К слову, об удовольствии. Об удовольствии в этом сюжете. Есть такая штука проблемки. Есть штука лучшая в Магнитогорске. Столовая по-домашнему. Поверьте мне, я ел много во многих местах. Так вот, это одно из лучших мест. А их всего немного. И это именно столовая по-домашнему. Вопрос, почему, решается чуть позже. Но то, что готовят здесь каждый раз, вызывает и уважение, и лучшие эмоции. К слову, можно сейчас заказать все на дом. И слава богу. Но не всегда я могу проехать те самые 300 метров. Но когда я вкушаю продукцию дома, я говорю. Спасибо столовой по-домашнему за то, что она есть. Ох. Какая это прелесть. Ох. Какая это прелесть. Когда сильно хочется покушать. Нет, я бы, конечно, мог бы туда съездить. Но сейчас пока не судьба. Да? Но я позвонил по этому самому телефону. 45 2077. И мне привезли ту самую еду. Из столовой по-домашнему. Еще раз. Я неоднократно буду говорить, что я кое-что умею готовить. Мне-то далеко не плохо. Но я же не все готовлю. А хочется многого. Красивого. Свежего. Да. Пока я все это дело вкушаю. Сейчас кое-что объясню. Вот. Я тут залез в Instagram. Вот Instagram. Вбил я туда столовая. И потом мне выдал столовая по-домашнему. То есть, представляете, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, 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 о. Вика, уйди отсюда. Не мешай мне. Дай мне покушать. То бишь, если вот это все, я бы, это невозможно предоставить, понимаешь, это и есть весь ассортимент столовой по-домашнему. Все, что они делают, представляете, просто зайдите и посмотрите. Но у меня возникает другой вопрос, вот она, вот она там, моя любимая соляночка, вот она, кстати, моя любимая соляночка здесь, да, инстаграм. То есть много чего, очень много всего, много всего, да даже это невозможно сделать по сути событий. Но давайте все-таки подумаем о теме вопроса. То бишь, это все красиво, это все делается постоянно и это все не делается каждый день. Вот в чем разница, обыкновенная столовая и столовая по-домашнему. То есть все делается, к слову о том, что если вы позвоните по этому телефону 45-277, вы, естественно, вам определятся, что вы будете есть. Причем все готовится в изумительном состоянии души и тела. Вот. Это, конечно, хорошо, когда есть инстаграм, но в инстаграме нет всего полностью, понимаете? В смысле, оно есть всего полностью. Ну, вы должны понять, что это все полностью делается, но не в один день, понимаете? В один день, вот сегодня, я вам предварительно показал, что было. То есть продукты питания исключительные. Вот я здесь взял, грубо говоря, на 300 рублей. На 300 рублей я могу поесть практически целый день. 100, 100, 100. Ну, если так, не сильно ковыряться. Вот, но давайте все-таки определимся с характеристикой продуктов питания. Как я вам неоднократно сказал, и все то золото, что блестит. А в столовой по-домашнему все очень вкусно. Поэтому, позвонив по тому самому телефону 45 2077, вы, естественно, определитесь и возьмете то, что сделано для вас каждый день. Оно все будет меняться. Столовая по-домашнему не повторяется. Нет там такого принципа, понимаете? Но, если вы что-то захотели посмотреть, и вот не сильно вам нравится Instagram.com, то есть такая тема, другая. Ровно 10 лет назад, вот, я завел интернет, там же на YouTube. То есть, вбиваем сейчас. Вот так, вбиваем YouTube.com. Вот оно вылетает, сразу страничка. Есть такой замечательный вопрос. То есть, наверняка вы не знаете, кто это такой. Ну, докладываю. То есть, моя фамилия Челейкин. Вот, вбиваем Челейкин. Вот видите, там уже нормально было. То есть, и об чем мы говорим? По-столовую по-домашнему. Столовая по-домашнему. Простите, сам написать. Красиво, да? И, enter. И началось. Ну, я их еще назвал рефектори. Вот, пожалуйста, рефектори. Ресторан, столовая по-домашнему. 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 То есть, ну, есть. чтобы посмотреть и определиться, с чем вы будете кушать. А уже потом просто позвонить по вот этому замечательному телефону. То есть, по-моему, это гораздо проще. То есть, я никогда не буду говорить, смотрите мой канал. Я его сделал как канал для истории города Магнитогорска, так и написано, Чалейкин or Чалейкин history of our Магнитогорск town. Но, тем не менее, вы все это дело можете посмотреть и лазить. Вообще никуда не надо. YouTube, вбиваете и видите. А потом уже внедряетесь и кушаете. К слову о том, нам бы, конечно, хотелось, чтобы весь город питался таким образом. Какая солянка, ну какая солянка, ума ты. Теперь все, потом доем, естественно, у себя здесь же. Вот, 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 не стала там брать, дома же нахожусь. Вот, картошечка. Да, вместе с рыбкой. С красной. Сделано просто отлично. А еще то, что я тоже готов, это я никогда не умел готовить. Я не делал вообще никогда, у меня не получается в природе. Ну, за исключением. В семге. В шашлыке. Ну и отличный, а отличный плохо. Вот еще, по сути событий. Когда к телефону позвонили, еще раз напомню, 45-2077, и уже изумительные продукты питания у вас дома. Да, простите. ПС называется. Нам бы шибко хотелось, чтобы директора, ну, различные директора, да, вот. Может быть, это структуры. А в городе очень много структур для бизнеса. Заключили бы договор с столовой по-домашнему. Представляете, вам все это привезут. Разложат. И по сути событий. Я не противник, ну, допустим, комбинатовской структуры, где там людей кормят. Может быть, хорошо, я не знаю, не пробовал просто. Но с другой стороны, когда вот это все будет у вас, это будет гораздо вкуснее. Так что столовой по-домашнему ждет вас. Хочиз. Продолжение следует. Positive. НЖЕ см именно по portsу с точки.